Потому что, когда люди живут в мегаполисах, они, по сути, ничего не делают. То есть, они придумывают себе всякую работу. Кто на телевидении работает, кто юристом работает, кто проституткой работает, кто там еще кем работает. Ну, кто кем, но ничего не производит, кроме бла-бла-бла. Но им надо жрать что-то. А для того, чтобы такое количество людей прокормить, той горстки людей, которая осталась на своих хозяйствах, недостаточно. И поэтому проклятым ученым приходится придумывать всякую отраву, которую можно производить чуть ли не на заводах. Ну, так называемые агрохолдинги и современные методики выращивания продуктов питания. И поэтому научно-технический прогресс стремительно двигается вперед и тащит за собой все большее изменение образа жизни оставшегося количества людей. С сельского, с частного, так сказать, крестьянского на городской. И отсюда у нас все проблемы. Потому что такое финансовый кризис? Финансовый кризис – это банковский кризис. У нас сейчас финансов, кроме как банков, нигде нет. А банки функционируют только в мегаполисах. Банки в режиме обслуживания частных крестьянских хозяйств – это вообще совершенная аномалия, которую невозможно себе представить. Вот я крестьянское хозяйство, вот я и банки живем на разных планетах. Мне вообще наплевать, какой курс у доллара, у евро, вообще что там происходит с ценными бумагами и так далее. Это важно только городским жителям. Также городским жителям важны вот эти искусственные продукты питания. А это влечет за собой уничтожение полей, лесов, рек и так далее. Потому что все, что производится искусственно, оно не просто производится искусственно, одновременно уничтожает вся окружающая среда при производстве этих продуктов питания. Ну, к примеру, выращивается искусственно рыба в озере. Через некоторое время, в садках, через некоторое время озеро умирает. Потому что начинаются генные мутации водорослей, микроорганизмов, потом рыбы, которая просто в озере живет, а не в садках. И озеро мертвое. К примеру, там у Карелии, где загублены тысячи озер. И также в любой сфере. За счет чего мутация? За счет того, что рыбка, которая выращивается искусственно, ее кормят химией. Там такие трубочки вылезают из воды, оттуда такие пилюли выскакивают. Так, раз, 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 а рыбка на уюту их ловит. Эти пилюли. И быстро вырастает. Вот такой лосось вырастает. Вот такая семга вырастает, такая форель вырастает. И здесь вам это все скармливают. Эту отраву, которую даже собакам давать нельзя. И вот от этой химии уничтожается вся флора и фауна озера. Понимаете? Любого озера. И поэтому искусственно выращивать рыбу в любом озере может только несколько лет. После этого вымирает и само озеро, и даже искусственная рыба там уже не выживает. То есть это мертвая зона с мутантами, со страшными. Еще раз говорю, яркий пример Карелия. Прекрасный был край. Сейчас не то, что пить из озер, купаться в них нельзя. Страшное место. Вот. То же самое в Норвегии, во фьордах и так далее. Там, где выращивается вся эта трава. И так во всем. То же самое с почвами, искусственными удобрениями все удобряется для того, чтобы быстрее и в пять раз больше вырастало все. А когда долго на удобрениях это все вырастает, тогда уже без них и никуда. Нужно, чтобы сколько-то десятков лет земля отдохнула, чтобы опять на ней вырастало без химических удобрений что-то. Ну и так далее. У нас же вся экология и вся финансовая современная система изменилась и началась, ну с одной стороны уничтожение экологии, а с другой стороны театр абсурда, который называется сегодня банковской мировой системой, началась, когда появились бумажные деньги. Первый бумажный вексель, ассигнация стали началом нашего конца. В конце, прежде всего, экология. Потому что именно бумажные деньги дали толчок к научному прогрессу. Золото и серебро проклятым колдунам особо не давали. Потому что никто из правителей, кто обладал реальным золотом и серебром, не мог понять, на что дает деньги. Это невозможно. Как там можно объяснить, что там получится из фундаментальных исследований. Никто ничего не понимает, из чего, во что вылиться. А когда появились бумажные деньги, их стали давать в волю, на всякий случай. Ну потому что стоит в станок, и можно напечатать сколько хочешь, неограниченное количество. И отсюда появился, во-первых, научный прогресс, который до сегодняшнего дня нас почти доконал. А во-вторых, банковская система. И банковская система без научного прогресса, и без бумажных денег существовать не может. Потому что что такое безналичные расчеты? Безналичные расчеты – это достижение современного научного прогресса. Спросите, а разве банковская система, вернее, суть расставщичества, она не гораздо древнее научного прогресса? Это не суть банковской системы. Суть банковской системы сейчас – это заменение креальных денег мифическими виртуальными деньгами. А расставщики были всегда, испокон веку. Но они никогда не могли оказывать влияние на жизни государства и народов. Там кто-то проигрался, кто-то жене задолжал, еще что-то. Там можно пойти, что-то заложить, сдать и под проценты взять денег. Как правило, это были ломбарды. Потому что расставщик без залога деньги не давал. И поэтому расставщик, он ближе к ломбарду, чем к банку. А банк – это замена денег настоящих, то есть золотых и серебряных, на ненастоящие, которые ничего не стоят. На бумажные. И неважно, это рубль, доллар, евро. Сейчас доллар и евро – реальные деньги. Все остальные, там, рубли, тенге и прочее – это как виртуальное, опять же, отношение к доллару и евро. Но так они должны быть чем-то обеспечены? Они ничем не обеспечены. В этом суть банковская система. Именно в этом, а не в расставщичестве. То есть, это обман. Вы говорите, что рубль и тенге на одном уровне, а доллар и евро – это уровень другой. То есть, доллар и евро – это валюта, которой можно доверять, соответственно, она обеспечена. А рубль и тенге – они не обеспечены. Я не так сказал. Вы меня неправильно поняли. Ни рублю нельзя доверять, ни доллару нельзя доверять. Потому что и то, и то резаная бумага. Но в силу сложившегося отношений и договоров между людьми и между государствами, именно в доллар и в евро идут международные расчеты. И выход из доллара и евро в другие расчеты – это и есть крушение доллара и евро. Они не более обеспечены, чем рубль. Они ничем не обеспечены. И вообще бумажные деньги не могут быть ничем обеспечены. Этот обман, эта глупость была пройдена в 20 веке, когда на долларах было написано, что обеспечено золото. Чем закончилось? Закончилось тем, что они ничем не обеспечены. Это обман. Если опять на любой бумажке написать «обеспечено золотом», это будет просто очередной обман. Деньгами может быть только золото и серебро. Так Богу установлено. Господь в Священном Писании говорит «моё золото и серебро, кому хочу, даю его». Это испокон веку расчетное средство между людьми. Вы, кстати, говорите, что меня не волнует курс доллара, курс евро. Однако котировки золота мировые, они все-таки не являются чем-то неважным. На них обращается внимание. Они абсолютно неважны. Они такие же виртуальные, как бумажные деньги, как бумажные документы про золото. Почему? Ну, потому что это измерение золота в бумажных деньгах или в электронных. Это абсурд. Ну, как можно измерить ценность неценным? Это невозможно методологически. Это не более чем воздействие на ваше сознание. Когда говорят каждый день по нескольку раз «сегодня золото стоит только-то». «Сегодня золото в бумажных деньгах стоит столько-то». «Вчера золото стоило в бумажных деньгах столько-то». И вот за счет этого глупого, в общем, тупого повторения, людям просто как, ну, знаете, как Кока-Кола вот реклама. То есть тупейшая реклама, но в миллион раз повторенная. Люди что-то там воспринимают. Точно так же и здесь. Нету никакой стоимости золота в долларах. Оно отсутствует. Это во-первых. А в чем его можно измерить? В серебре, в ценности, в нефти, в рубашках, в часах. А если переложить бумажные деньги на нефть, допустим? Самый банальный показатель. Невозможно. Потому что на самом деле нефть мы отдаем бесплатно. Если мы отдаем нефть за бумажные деньги, мы платим дань. Понимаешь? Мы ничего за это не получаем, кроме даже нерезанной бумаги, кроме цифрок в компьютере, которые обесцениваются в одно мгновение при определенном складывании обстоятельств. Золото вот ни при каких обстоятельствах не обесценивается. Нефть тоже. А бумажные и электронные деньги становятся фантиками или вообще ничем. В определенный момент. И таких случаев должна наша с вами память уже несколько. И в России, и в других странах. Хорошо. А если посмотреть на стоимость золота нынешнюю в пересчете через призму бумажных денег, поскольку они все-таки существуют... Зачем так извращаться? Существуют. Дин, зачем такие сложности? Нам проще нефть продавать за золото и за серебро. Нет, это понятное. Я вопрос хочу задать. По-вашему, вот нынешняя стоимость, она недооценена золото или переоценена? Она абсурдна. Потому что нельзя золото оценить в то или ином количестве резаных бумажек. Это бред. Если мы говорим оценена или недооценена, мы признаем систему этого расчета. Понимаешь? Это маразм. Яркой иллюстрацией того, что это маразм, свидетельствует тот факт, что золото, если вы сейчас захотите купить тонну золота, вы нигде не купите. Потому что добывающие компании по законодательству обязаны отдавать через систему банков. И оседают это все там, где должно оседать. А в изделиях вы купите, ну или вольфрам в слитках, сейчас самая распространенная фишка в мире, после Баффета и Клинтона. Они отлили миллион двести тысяч четырехсотунцовых, только четырехсотунцовых вольфрамовых слитков, покрыли их золотом. Это сейчас основной рынок золота в кавычках в мире. Либо вы купите монетки, которые ржавеют, такие как вот, прости господи, Георгий Победоносец в Центробанк. Либо вы купите справку, это самая распространенная покупка золота, о том, что вы купили золото. Это в Credit Suisse, в Lloyd's или еще где-нибудь. Золото вы там никогда не увидите. По вполне официальным документам Credit Suisse, золотом, золотые счета Credit Suisse обеспечены на один процент. Вот стоимость вот этих 99 процентов золота, это и есть стоимость, которую вам рассказывают по радио, каждый день, сколько сегодня стоит золото. Это фу, там ничего нет. Это разводилово, на московском сленге говоря. Что касается ржавчин на золото, просто у меня было под дубом зарыто несколько десятков тысяч монет. Я их когда отрыл, они оказались ржавыми. И я тогда сразу понял, почему в банках есть жесткое требование не вскрывать упаковку, не трогать золото руками и так далее. Мне сразу стало все понятно. Просто потому, что оно ржавеет. Ведь когда даже руками трогаешь, остаются жировые всякие вещи. Это вызывает патину на этой подделке. И какова была реакция Сбербанка? Как говорят, хоть сы в глаза, никакой реакции. Долго упирались, не хотели принимать ржавые, но в конце концов под угрозой скандала приняли по формальной банковской цене скупки обратно. То есть получается, что вы в этой инвестиции потеряли в итоге? Нет. Я в бумажных деньгах не потерял и в золоте не потерял, потому что я золото, оказывается, не купил. Это было не золото. То есть я дал бумажные деньги, мне отдали обратно бумажные деньги. И, кстати говоря, этим сейчас люди объясняют, что они продолжают покупать ржавые монетки. Ведь уже весь рынок знает, что Центробанковский, ну, по крайней мере, Санкт-Петербургского двора монетки ржавеют. Московский в этом не замечен, монетный двор. Не буду наговаривать. Это все монетки были Санкт-Петербургского двора. Те, которые были московского, те не заржавели. Под тем же самым дубом лежали. Все в порядке было. Так люди, которые сейчас продолжают покупать эту хрень, они говорят, да какая разница, ржавеют они или нет. Важно, какой курс вот этот в Лондоне, в бомблинг-клубе. Мы сейчас купим, потом продадим, наварим немного бабла. Какая разница, ржавеют они или нет. То есть, это используется, ну, как ценная бумага, только металлическая. То есть, неважно, из какого она материала сделана, из чего состоит. То есть, это просто такие операции. Мы немножко ушли от изначального вопроса. Вот ваши дети, которые занимаются малым предпринимательством, продают продукты, которые вы выращиваете. Вы можете сказать, что вот ваша семья, как субъект малого предпринимательства, она чувствует на себе кризис? Да, экологически. Экологически. Настраивают все время самолеты, которые над нами летают, потому что из них выбрасывается огромное количество токсичных веществ, как продуктов сгорания от керосина, который сжигает самолет. А один самолет, который, допустим, летит от Москвы до Бонны, сжигает в одну сторону 12 тонн сверхтоксичных веществ, которые падают нам все на голову уже после сгорания. Они не на Луну летают. Единовременно на центральной России 2,5 тысячи бортов. На нас постоянно, вот в режиме онлайн, сыпется 25 тысяч тонн страшных продуктов сгорания. Но влияет это на моих детей, на мое это малое предпринимательство. Конечно. На все влияет. А знаете, кто летает в основном на самолетах? Развратники и развратницы. Потому что по делам люди летают там, ну, я не знаю, 1-2%. Остальные все летают отдыхать. Ну, отдыхать это старики, там, извращаться как-то, в смысле, там, ходить там в шортах коротких на пляжах, фотографировать все. А молодняк, чтобы быстрее соблазнить девицы или чтобы там еще как отдохнуть. И вот ради этого хрени, вот эти вот миллионные-миллионные полеты во всех направлениях, во всем мире, высыпают на голову человечество страшный яд. Вы говорите про кризис экологический. А я имею в виду, что непосредственно кризис финансовый, про который нам сейчас твердят отовсюду, чтобы... Это же тоже определенный инструмент для того, чтобы людям постоянно говорить, что вот есть кризис, есть кризис, есть кризис. Программирование такое. Вот вы его ощущаете? Кризис есть один большой. Это кризис всего человечества, извращение всего образа жизни. Отсюда есть следствия. Экологический кризис, финансовый кризис, нравственный кризис, кризис семьи, преступность, ценности и так далее, и так далее. Вот человечество жило 7500 лет, ну, 7400 лет, нормальной в целом жизнью, не портя особо окружающую среду и не извращаясь как-то в особых формах. Последние 100 лет как прорвало? Ну, 150. Особенно последние 50 лет. То есть, меняется все на глазах. Каждый год становится не похожим на предыдущий. Ни по погоде, ни по климатическим аномалиям, ни по том, чтобы найти нормальные продукты питания, ни по качеству воды. То есть, ухудшается все ежемесячно уже, а не ежегодно. И это есть результат научного прогресса. Это то, что происходит с банками, с финансами и прочим. Это все результат вот этого проклятого научного прогресса. И ценности меняются. Вот раньше, еще совсем недавно, кому нужна была нефть? Ну, она нахрен никому была не нужна, там, 150 лет назад. Правильно? А сейчас это основной продукт. Еще вчера невозможно было себе представить, что будут продавать воду. Завтра это будет продукт, первоочередной впереди нефти будет стоять по стоимости и по степени важности для стран и народов. Потому, что вода уничтожается. А вода как уничтожается? Нефть добывается из бездны, туда, на место нефти, уходит пресная вода. Навсегда. Она выходит из оборота. Она не загрязняется, а уходит из оборота. А та, что остается, вода поверхностная, ну, которая в колодцах, собственно, откуда нам пить надо, она загрязняется химией. Тем, что наши мамы, папы, бабушки и дедушки и жены моют посуду, волосы красят и так далее, и так далее. И это все мегатонным ежедневно из мегаполисов сливается в поверхностные воды. Раньше этого ничего не было. Потому, что мыли все горчицей, нефть была не нужна, воды было валом. Оно ее всегда было валом, так Господь сотворил. А сейчас, посмотрите, реки мелеют, озера мелеют. Люди говорят, что-то все мелеет. Ну, как что мелеет? Небедь добывается, газ добывается, уголь добывается. На это место уходит вода. И поэтому все мелеет. И где будет критическая вот эта планка, когда мы неожиданно окажемся в ситуации, что нам надо помирать от жажды? Точка невозврата. Да. Этого никто не знает. Проклятые ученые этого не знают. А политики, которые идут на поводу у этих ученых, тоже этого не знают. Бизнесмены, которые зарабатывают бабло, они не знают, когда их дети будут приговорены к страшной смерти. И никакие деньги их не спасут. Потому что ни за какие деньги нельзя будет купить ни воды, ни пищи, ничего. Тем более за электронные и за бумажные. Они просто обесценятся. И поэтому то, что вы называете кризисом финансовым, это если рассматривать в отрыве от глобального кризиса человечества, когда подавляющее большинство людей подумало, что они могут ничего не делать, не возделывать землю, не доить коров, не расти детей нормально, и при этом нормально жить, это приводит к гибели. Это называется научно-технический прогресс. И нам надо бороться не с финансовым кризисом отдельно, не с экологическим кризисом отдельно, не с кризисом нравственности отдельно. Нам надо остановить страшный, погибельный научно-технический прогресс. Или мы все погибнем. Или мы уничтожим ученых, или ученые уничтожат нас до конца. Я имею в виду, конечно, прежде всего химиков, физиков, биологов. Со всей генетикой и так далее. А как может человечество прожить без науки вообще? Так оно всю жизнь так и жило. Множилось, росло, земля была в порядке. Все, все было в порядке. Это появилось не так давно. Вообще все зародилось только в 16 веке. И современная медицина, и порох, и то, и сё, и пято-десятое. Это тогда, когда перестали казнить колдунов. Ведь колдуны и ученые – это синонимы. Тесла и Эдисон, они не называли себя учеными. Они называли себя колдун Тесла, колдун, Эдисон. Или колдун Менделеев. Они так подписывались. Это все осталось в переписке. А Тесла вообще возглавлял Всемирную Федерацию Колдунов. Со штаб-квартиры в США. До смерти. Герман Нуроч, а что вас побудило Я не знаю, это вы инициатор появления экологической партии? Я. Что вас к этому привело? Вот именно это и побудило. Потому что мои детки скоро погибнут. И то, что подавляющее большинство не понимает население, что их детки тоже скоро погибнут, мне от этого не легче. Для того, чтобы сейчас защитить своих детей, нужно остановить вот этот беспредел страшный в международном масштабе беспредел научных изысканий. Надо накладывать моратории в целом ряде научных сфер на исследования. Надо объявлять... А какие научные сферы можно оставить тогда? Слушайте, важно понять, какие запретить. Давайте лучше перечислим, какие запретить, а то это долго перечислять будет. Запретить нужно, безусловно, все, что связано с геномодификацией, все, что связано с изменением клетки, исследование, исследование воды, структура воды. Необходимо, вне всякого сомнения, запретить трансплантацию, как формальный повод для убийства огромного количества людей, ради того, чтобы выжили другие люди, которые платят деньги за органы. Надо, безусловно, запретить все, что связано с абортивным материалом. То есть это целые научные сферы, на которых работают сотни институтов в мире. Это должно быть запрещено в рамках уголовного законодательства. Это должно быть выведено в понятие экологического терроризма. И для экологических террористов должен быть снят мораторий на смертную казнь. А для этого надо создавать международные структуры, межгосударственные, такие как Международный экологический трибунал, менять законодательство, создавать законодательство новое международное, принимать его хотя бы пятью-семью странами мира, чтобы потом присоединялись остальные. И сейчас речь идет о том, чтобы создать вот этот зародыш нового отношения к экологии для спасения человечества, физического спасения человечества. И идет вот сейчас работа с несколькими руководителями государства, для того, чтобы они выступили в роли такой вот центрового кулака, для того, чтобы это все начало функционировать. Но у вас вот парт строительства, оно на каком находится этапе? У вас есть там региональное отделение уже зарегистрировано? У нас есть отделение региональное, мы не зарегистрированы, Минюст отказал в регистрации по причине экстремизма нашей программы, так и сформулировано было. А в чем экстремизм? Экстремизм заключался с точки зрения Минюст в том, что вывод экологической программы, новой экологической доктрины, так называемой, заключается в том, что, я вот сейчас говорю, либо ученые уничтожат человечество, либо человечество уничтожит ученых. То есть они усмотрели это в разжигании неновисти к социальной группе ученые? Да, но несмотря на то, что нет вообще в законодательстве у нас понятия социальной группы, в разжигании неновисти к социальной группе, слова такие есть, ну, в телевидении, радио, там, и прессе, а в законодательстве такого нормы нет. Потому что хотели ввести по социальной группе, но даже при нашем иезуистском законодательстве это очень трудно придумать четко, что такое социальная группа. Вот, а то, что ученые, особенно в таких очевидных сферах как медицина это массовые убийцы это понимают по моему не знаю большинство просто адекватных граждан стран столько сколько убили одни медики за последние сто лет не убили не гитлер не стали на месте взять но вот так как человеку взять и отказаться от медицины вот каким образом легко и просто не ходить никогда к этим колдунам белых халатах и все просто никогда никакой обстоятельств чем чем будет человек лечиться а господь сотворил столько всего чем можно лечиться ото всех болезней что вообще никакой проблемы нет я уж не говорю о молитве это уж для верующих людей заменяет все лекарства для неверующих есть масса огромные лекарства травки всякие минералы масла все проходит заброс пчелки все 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 нету такой болезни которая не исцеляется без этих последователей колдуна парацельса ведь именно колдун парацельс создал современную медицину она так и называется медицина парацельса туда не надо обращаться если хочешь жить здоровым нормальным человеком а какие вот помимо медицины помимо необходимости лечению врачей какие вот на ваш взгляд существует современном обществе такие скажем так стандарты навязанные да да все практически у кстати насчет медицину чтобы закончить мы сейчас создаем прямо у себя в слободе институт медицины галена это та и медицина которая была испокон веку всю историю человечества до появления медицины парацельс к этой медицине принадлежали святые мученики наши дамиана пантелеимон другие целители и там вот уже в этом сезоне мы будем заготавливать травы сейчас строится дополнительное помещение для института медицины галена так что уже начиная с осень наверное сможем совершенно бесплатно потому что все бесплатно растет травки всякие прочее давать сбора травы к людям чтобы они ходили к врачам и вылечивали все свои болезни то есть к вам прям смогут люди обращаться туда и их будут принимать консультировать травы да чё там консультировать там спрашивают чем болеешь допустим простатит ну на тебе пакетик через месяц пройдет и все пьешь вкусный чай вместо того чтобы ехать куда-то в израиль чтобы тебя резали эти сволочи и калечили твое здоровье а вот к вам это куда где у вас слабо ваш находится это между истры волоколамском в истринском районе есть карта на блоге на моем блог серый его набираешь в яндексе он влазит а у вас там как я понимаю община да уже существует не община просто у нас соседи мы не живем общиной жизни мы живем так как испокон веку жили на руси у нас там маленькая русь вот мы живем так как жили для того чтобы понять как жили у нас есть лицевой свод это такая такое многотомное собрание которое делалось для царских детей и мы сейчас его тоже издаем и раздаем тоже людям бесплатно и в слободе можно книги получить и детям тоже делаем сейчас вам подарок принес детям вот такие делаем раскраски как выдержки из лицевого свода с разными сюжетами это очень интересно и красочно там как как люди жили давайте покажем да давайте покажем как они воевали любили женились умирали какие они были здоровые как долго жили это все вранье про то что люди мало жили это все вранье про то что часто болели это сейчас весь мир болеет и сейчас весь мир живет все меньше и меньше и И уже что, что не старик, то дурак головой вот такой вот, потому что не выдерживает голова у людей. От телевидения до плохой пищи. Плохая же пища тоже на мозг влияет, не только на печень. Мозг это часть организма. У нас целые народы становятся дураками. От Америки до России. Потому что жрут всякую парашу. И детей кормят этой же парашей. И нам надо рассуждать сейчас не о финансовом кризисе, это всего лишь следствие. Нам нужно сейчас говорить о том, что надо расселять мегаполисы. Что нужно минимизировать количество автотранспорта. Вот лет 70 назад были машины, да? Но тогда они были у самых преуспевающих людей мира. Тогда те, кто очень богатый был или очень там влиятельный, те ездили на лимузинах на шикарных. Остальные все или пешком ходили, или на лошадях. Нормально и безопасно, никаких пробок не было. Ни вода не портилась, нефти надо мало было и так далее. И надо сейчас так же. Надо экономическими методами, если нет политической воли, делать машины очень дорогими. Бензин надо делать в 10 раз дороже, чем он стоит. Для того, чтобы всякие прошмандовки и гастарбайтеры не катались, а делать нечего вечерами по Москве, миллионами. Или там в парикмахерскую на другой город съездить. Это все каждый литр сожженного топлива отнимает литр воды навеки и вечные у наших детей. Нам надо прийти в себя. И вот не покачивать так друг другу головой. Нам надо прийти в себя в какой мы опасности. И нам от этого не хуже будет, а лучше. Потому что, смотрите, взять мегаполис, ну, к примеру, Москву. Мэр Москвы условно пришел в себя и объявляет программу расселения мегаполисов. За счет города выделяются земли, покупаются. Горожанам, которые хотят переехать, создать свои крестьянские хозяйства. Крестьянские хозяйства, никакие не усадьбы. Там, где они будут производить продукты питания. Выделяются стройматериалы за счет города. Выделяются подъемные за счет города. Ведь это очень выгодно городу. Чем меньше людей в городе, меньше надо тратить на ЖКХ, на транспорт, на дороги, на борьбу с преступностью и так далее. Правильно? А вот схожая инициатива-то про родовые усадьбы, где люди будут выращивать. Сейчас я скажу про обман про родовые усадьбы. А те, кто останутся в городах, те будут счастливы тем, что они остались в городе. Потому что город будет пустой. В нем будет много настоящих продуктов питания. Потому что те, кто выехал, они будут производить эти продукты питания и поставлять в этот самый город. Нужен баланс. Нужно выходить из абсурда. Когда вот или одна крайность, или другая. Весь мир кидается в крайности. Из-за этих проклятых ученых. Именно они все придумывают. Что касается родовых усадьб, там весь обман заложен в одной маленькой детали. Речь идет об одном ГА. Или написано, или больше. Но если больше, то чуть-чуть больше. А не 30 ГА явно. А один ГА, это значит, тебе опять запрещают заниматься сельским хозяйством. Ты можешь только иметь огород. То есть это для сектантов, которые отрицают мясо и молоко. И именно эти сектанты это проинциировали с помощью Медведева. Который не является сектантом, но что-то его подразвили немного. И он поддержал всю эту бодягу Анастасиевцев. И они продвинули через ЛДПР этот законопроект. Объясняю почему. Потому что на одном гектаре нельзя завести даже одну корову. Потому что одна корова – один гектар. Ну, по нормативам, которые не нами придуманы. Это так жизнь устроена. Это все надо накосить и выпуск должен быть. Так при нынешнем количестве жителей России, где же на всех взять столько земли? Сейчас скажу. Вот одна корова – один гектар. А еще уж нужно построить на одном гектаре что-то. Еще не вся земля подходит под покосы и прочее. Еще дорога должна быть, еще колось, должен стоять еще сарай. Поэтому получается полгектара. То есть полкорова. Я уж не говорю о козах, о баранах и так далее. И поэтому, когда речь идет о том, что выезжаете и обустраиваете один гектар, это лучше, чем шесть соток, приговаривают. Вон наши дедушки на шести сотках кормились с этого. Шесть соток – это примерно то же самое, что один гектар. Потому что на шести сотках скотину не завести, что на одном гектаре скотину не завести. И поэтому это обман. Просто дьявольское прельщение. Вот от этого нужно всячески уходить. Хозяйства должны быть по 30-50 гектаров. Это обычная нормальная средняя хозяйство. 30-50-10, как раньше называли. А что касается того, что на всех не хватит. К сожалению, хватит на всех. И большая часть страны еще будет пустая. Потому что у нас сейчас, ну не будем спорить, там 80 миллионов или 140 миллионов населения. Потому что данные ЗАГСа сильно отличаются от данных переписи. Но даже если считать, что у нас там за 100 миллионов населения, то из них подавляющее большинство сейчас пожилые люди, половина из тех, которые вообще перечислены, это не титульное население. Из этой оставшейся половины, которых, вычеркиваем, пожилых людей, ну в хорошем смысле вычеркиваем, там 60 лет не заводят себе крестьянское хозяйство. Это дело для молодых. Трудное физическое дело. Сколько наркоманов, педальцев, пьяниц, малахольных, там чудовищно больных и так далее, это вообще никто не считал. И остается горстка людей. А еще есть дети маленькие. А еще есть женщины. И остается реально горстка мужчин. Горстка. Которые называются русским народом. Из которой сумасшедшие люди сейчас хотят строить империю. Империя сожрала весь наш народ. Потому что империя это обязательные войны, это обязательные великие стройки, это обязательные великие свершения. Империя сжирает целые народы. Идея империи. У нас не осталось. Поэтому империя может быть какая угодно. Чеченская, таджикская, узбекская, но не русская. Русские были, да все вышли. И вот эта горстка людей, которая осталась, вот об этих людях и идет речь. Для нашей территории Руси, то есть центральной России. И там еще места свободного, к сожалению, останется очень много. Ставка на горстку. Ставка на горстку. А у нас дело не в том, что хотите ставьте на горстку, хотите не на горстку. Вот нас есть только горстка. Поэтому у других есть еще много всяких. Но нас только горстка. И поэтому нам надо исходить из того, что есть. Они из фантазии. И некрасивых слов, и непьяных застольей. Когда там говорят о великом русском народе. Это уже история. Ясно. На этой довольно печальной, но реальной ноте нам приходится сегодня заканчивать. Мы поставили скорее больше вопросов, чем попытались найти ответов на поставленные. Но тем не менее, мы надеемся, что это станет пищей для ума. И ответы на вопросы вам удастся, может быть, найти для себя самим. А это вам еще хлебок. Держите подарок. Это как раз то, что пекут мои дети. Это их малое предпринимательство. Спасибо. Спасибо вам, Герман Львович, что пришли. Спасибо за рассказ интересный. За хлеб, за пищу для живота и для ума. Во славу Божию.